Перед тем, как мы с вами погрузимся в наше новое путешествие, я хочу вам снова порекомендовать карту Тинькофф Блэк. Карта Тинькофф Блэк это карта с повышенным кэшбэком. Лично у меня таких карты целых две. Мастер-карт и карта Мир. Оплачивая покупки карты Тинькофф Блэк, вы не просто получаете обратно какие-то там бонусы. Вы получаете настоящие рубли, которые можете потом потратить. Оформив карту по моей ссылочке в описании под этим видеороликом, вы получите бесплатное обслуживание. Пожизненно, таких условий даже нет у меня. Это дебетовая карта с кэшбэком и процентом на остаток до 7%, на остаток до 15% кэшбэка, до 30% у партнера. Как я уже сказал ранее, вы получаете бесплатное обслуживание навсегда при оформлении до 30 июня. Бесплатное пополнение и переводы, снятие без комиссии. Ну и конечно же, лучший мобильный банк в мире, 100%. Ссылочку я оставляю в описании. Переходите, оформляйте и пользуйтесь. И помните, что это предложение не вечно. Погнали. Ребятки, посмотрите, с каким видом мы сегодня просунулись. Привет. Какие горы. И вот такой вот вид у нас сегодня просто круговой со всех окошек. Какая красота. На крутое место. На завтрак у нас будет яичница с сосисками, с вчерашними, которые остались. Ну и самое главное, с этим вот бомбическим прекрасным видом. Мы, кстати, стоим на таком пригорке и отсюда видно красную поляну, часть самого поселка. Вечером так классно светится. Видите, вот это вот. Я вчера делал ночные съемки и закинул фотки в телеграм-канал, поэтому переходите по ссылочке в описании и посмотрите. Вот они вершины другие. Это тут у нас Газпром Альпика. Те вершины не знают, что за вершины, но красивые. Мы уже позавтракали, начинаем собираться. И на самом деле это самая неприятная часть вообще вот всех вот этих путешествий, когда ты раскладываешься вот так вот, стол, посуда и так далее и тому подобное. В машине все разложил. Сразу начинаешься, когда собираться, настроение сразу падает, потому что, ну, сами понимаете, кому нравится вот это вот все, заниматься этим тетрисом. Плюс детишки отвлекают, где-то Мирончик уже спать хочет. Ну, ничего, мы сейчас соберемся и поедем освежаться. Мы поедем, значит, на Роза Хутор, на пляж, будем там купаться, загорать. И максимально просто какой-то получим релакс, потому что вчера много ходили, устали. Сейчас уже устали, несмотря на то, что утро. Вот эту точку, ребята, где мы остановились с дикарями, обязательно внесем в наш авторский гайд по Большому Сочи. Если вы захотите также на машине вот с таким вот видом поночевать, день провести или два дня, как уже там у вас получится, то геолокацию мы, конечно же, оставим. Как приобрести наш авторский гайд по Большому Сочи, есть в описании, как это сделать. Стоит 490 рублей. Также у нас есть по Крыму, по Большой Анапе, по Геленджику и по Турции. Пишите. Мы уже заехали на сам курорт Роза Хутор. И первое, что мы хотим сделать, это набрать родниковую воду. У нас как раз освободилась 20-литровая баклажка. Здесь есть шикарнейший родник. Сейчас я вам покажу. Вот он наш любимый родник. Сейчас здесь. Конечно, это очень вкусно родниковое. Идите, набирайте, а то я сейчас надолго встану. Давайте, давайте. Ну и, конечно, даже этот родник есть в нашем гайде. Вот сюда мы сейчас придем отдыхать, но перед этим нужно припарковаться. Вот она, жизнь ванлайферов. В машине все переоделись, перевели себя в порядок и отправляемся гулять по Роза Хутору. Смотрите, какие здесь вершины. Знаменитый бык, которому можно хоть что-то потереть на удачу. Роза Хутор, мраморная такая колонна. Смотрите, как красота. Мы на самом деле начинаем прямо с самого начала. Мазым-то просто бурлит. Смотрите, как сильно. Сейчас, когда полностью растает снега, она такая будет прозрачная. Это настоящая такая горная, такая лантовенькая. А пока там есть снег. Она будет такой. И надеюсь, вам будет видно. Парапланы летают. Тогда, когда мы туда поднимались, стоило 5 тысяч рублей. Роза Хутор вообще называют маленькой Швейцарией. Как я всегда и говорю, сюда нужно приехать обязательно днем, обязательно в темное время суток. И обязательно сюда нужно приезжать как летом, так и зимой. И особый кайф здесь еще и очень. Когда здесь лес, вот этот горы становятся полностью разноцветными. Смотрите, какая бомбическая архитектура. Я не был в Швейцарии, но если опираться на какие-то фотографии, рассказы, кто был, то, ну, наверное, да, похоже. Возможно, когда-нибудь мы доедем. И посмотрим. Ну, очень здорово. Вот эта канатка, она уходит на Газпром Альпику. Та канатка, это на Роза Хутор, пик Роза Хутор. Вот отсюда, когда идешь, видно даже все эти вышки, подъемники. Ну, естественно, с высоты открываются тоже классные виды. Здесь идешь и получаешь такое удовольствие. На самом деле, куча фотозон. Например, вот эта вот. Конечно, Настяка здесь сняла себе рилс через, хотел сказать, через дорогу, через реку есть казино. Это второе. Здесь на всем курорке поляны. Первое на Эстасадке. Лес начинается. Мы почти дошли. Ну, как почти? Полпути прошли. Посмотрите. Вот тут вот. Вот беседка. Это смотровая ресторана Коготь. Красивый-красивый ресторан, ребят. Если получится, в другие дни мы туда доедем. Оттуда открывается такой бомбический вид на весь Роза Хутор. Невероятно. Обязательно туда сгоняйте. Можете доехать на машине. Кстати, по ценам на парковке. Смотрите. До одного часа 10 рублей. До двух часов 400. И до четырех 600 рублей. До 24 часов 750 рублей. Охренеть! Каких денег стоит здесь парковка. Вообще, на самом деле, чем дальше от здесь, от центра, то парковочка чуть будет дешевле. Не могу. Вот просто. Я бы, знаете, на самом деле, вот просто шел бы и шел бы и показывал бы эту красоту. Здесь, кстати, есть детская площадка. Можно поиграть. Но единственное, что вот детские площадки в Геленджике, они... Ой, в Сочи, господи. Они какие-то все бестолковые. Ну, потому что они, как правило, без ценевого навеса. И очень яркое солнце. И гулять на таких детских площадках, как бы, не совсем то. Почему я сказал про Геленджик? Потому что в Геленджике, наоборот, другая история. Все детские площадки, они в тени. Причем не просто какой-то искусственно созданный, а в природной. То есть там эти сосна, они так все накрывают. И для детей там вообще просто очень и очень комфортно. И вот мы с вами дошли до центра, так сказать, событий. Почему? Потому что вот здесь вот знаменитая ратуша. Время показывает правильно. Здесь также установлена сцена. Здесь проходят всякие различные мероприятия. Здесь периодически выставляют столики. И даже есть лежачки, бывает. Соответственно, мост, пьедестал. Первое, второе, третье место. Здесь есть картина и галерея. Правда, только половина. Музей, господи, навигация, олимпийская стрела. Там взаимто двор, пеленальная даже есть где-то. Так, парковка каршеринга. Роза холл. Роза холл у нас чуть дальше. Вон виднеется. Это все многоярусная парковка. Вот так вот здесь. Здесь мы проводили тогда как-то Новый год. Когда здесь зимой жили. Шикарнейшие вершины. Это мост. Романов мост называется. Красотища, ребятки. А нам нужно идти еще чуть-чуть дальше. Там, где мы набирали водичку. И уже там непосредственно будет пляж. Осталось совсем чуть-чуть. Представляете, когда мы здесь жили на Красной Поляне, точнее, здесь на Роза хуторе шли дожди. Ну и, соответственно, у нас больше 24 часов. И я тогда подумал, ни хрена себе, сейчас что будет. В итоге утром, представляете, мы просыпаемся. И по новостям передают, что с гор столько сели, сошли. Расскажу вам. Я тоже это все показывал. Ну, давно уже, да, пару лет назад. Артем, стой, машина. Стойте, машина. Вот эти вот палатки, прикиньте, которые стояли. Сели с гор, как сходили. Их снесло в реку, проломив вот это вот ограждение. И прямо в реке стояли палатки. Их потом отсюда вытаскивали. Жестко было. Вон там вот на площади было все перекрыто, естественно. И грязи было по колено. Были даже машины, которые были припаркованы неправильно. Их перемолотило, как в мясорубке. Вот мы и дошли. Посмотрите, насколько это атмосферное место. Здесь можно взять полотенчики, шезлонг, перекусить. Просто посидеть в тенечке, покушать. Есть душики, есть, естественно, туалеты. Есть вот такие вот зоны. Есть красивые такие вот лавочки. Далее есть лежачки, понятное дело, я уже сказал. И огромный пруд. Вон там детская площадка, бассейн. И крутые качели. С таким вот видом. Посмотрите, какая красота. Все тусят, загорают. Кто-то заходит, купается. Я думаю, что мы сейчас тоже обязательно это сделаем. А, тут купание запрещено. Темка, это везде-то указано, потому что спасателей нет. Здесь вот я вам говорил, что есть детский бассейн. Так, вот эти качельки. Сейчас дойдем вам, покажу поближе. Вот он как раз, роза холл черный. Дальше вот здесь вот уходит тропа здоровья. И есть еще небольшой водопадик. Здесь вот люди обычно сидят, просто что-то думают, рассуждают. Вот здесь вот, вот тоже смотровая площадка. И воркаут площадка есть также. И вот, собственно, сам бассейн. О, кайфуши у детей. Но на самом деле взрослые здесь купаются, можно спокойно искупаться. Но главное, какой вид, представляете? И вот все бесплатно. Классно же? Нирон попал в новое пространство. Называется бассейн вообще, да? Ну, да. Вот про что я вам говорил. Троллей здесь есть. И пошла тропа здоровья. Она бесплатная. Просто взяли и пошли. Вот эта смотровая площадка на музей, получается, Моя Россия, по-моему, называется как-то так. И вот непосредственно маленький-маленький водопадик. Сейчас мы с Мирончиком дойдем до него. Но он на самом деле сейчас полноводный, потому что снега еще тает. Обычно здесь такая маленькая-маленькая струйка. Ну, посмотрите, видите? Здорово. Еще здесь на Роза Хуторе можно покататься вот так вот на байдарках и сплавиться по вот этой горной реке, да? Вот кто-то смотрит, как я иду, говорит, ни хрена себе. А вот тут так катаюсь. На самом деле, мне тоже хочется так прокатиться, но страхов просто трындец на самом деле. Но есть у меня такая мечта. Обалденно. Смотрите, что творят. Смотрите. Вообще красавцы. С Google Pro на голове снимает. Ну, возможно, я когда-то тоже так сделаю. Отдохнули, немножко поработали, пока дети упались. А сейчас будем искать обед. Вообще, думаем зайти в перекресток. У них там есть специальные зоны с едой, с салатами. И, наверное, там что-нибудь возьмем, пойдем к машине. Мы решили ничего не покупать в перекрестке. Что-то так посчитали, что сейчас выйдет такая же цена, как в столовой. Поэтому заехали здесь в столовку. Вот. Ну, цены, конечно, как, я не знаю, как на самых прям топовых местах в том же Сочи. Но это все-таки Красная Поляна. Приехали сюда. Родька уснул. Пока я его жду, Настенька там пошла, сейчас выберет. Здесь, короче, берешь супы по 100 с чем-то, 120 и 110, по-моему. Вот. А остальное это система шведского стола. И вышло с 1000 рублей у нас. Вот такая история. Мы пообедали. Мирончик поспал. Мы даже немножко поработали. Я помонтировал выпуск, но сейчас продолжим, потому что здесь очень сильно жарко в заведении. Мы больше здесь не можем находиться. Посмотрите на отражение в машине. Такой красивый вид, как будто бы это такие стекла, да? Рисунок на самом деле. Мы приехали в наше любимое место на Красной Поляне. Посмотрите, какой здесь вид. Какой здесь газончик на футбольном поле. И с каким классным видом можно играть в футбол. Мы приехали в наш любимый сквер. Посмотрите, какие здесь огромнейшие старинные деревья. И сквер этот уникален тем, что он полностью находится в тени. И, конечно же, это классно. Когда мы здесь жили, всегда тусовались именно здесь. Единственное место, где действительно не жарко. Мы вот все думаем, думаем, что нам дальше, куда поехать. И так подумали, а что бы нам не снять жилье. У нас накопилось много стирки, постираться. Единственное, думаем, где. Посмотрел на островке, значит, одну квартиру. И решил туда просто позвонить. В итоге позвонил. И они такие, как только услышали, что я хочу через островок. В итоге взяли просто и такие, отшили. Типа, ой, вы знаете, у нас что-то тут с канализацией, там, по островку. Сначала, короче, сказала, что я могу вас заселить, но через островок нет. Потому что нужно наше личное подтверждение. Какая-то чушь, короче. А в итоге я потом сейчас прервалась. Я перезвоню, уже взял мужик. И говорит, вы знаете, не сможем вас заселить. У нас там что-то с канализацией. Я такой, бру-бру-бру. Жесть. Ну, короче, мы ищем. Мы, на самом деле, еще хотели переночевать в горно-олимпийской деревне. На машине, там, на парковке. Но, к сожалению, не будем, потому что, во-первых, посмотрите, какая серьезная погода. Очень сильно бьет молния. И я даже не представляю, как это будет. Вообще хребтов не видно. Прикиньте, мы даже по грому уже настолько соскучились, что... Во-во-во. Видите, видали? Как бахнуло. Да, что сейчас там творится, поэтому, конечно, не вариант. Мы забронировали сейчас квартиру в ЖК Урожайки. Кто не в курсе, мы там уже жили. Но это как бы, ну, другая квартира. Я про сам комплекс. Пойдем туда. Чуть позже расскажу по ценам. Бронирование нам подтвердили. Мы бронировали сейчас через островок. Поэтому вот этот сервис я могу вам рекомендовать. Ссылочка для выгодного бронирования оставляю в описании под этим видео. Поехали! Так, мы, значит, смотрите, едем, едем, едем. Подъезжаем вот сюда, поворачиваем здесь вот эта улица прям торговая. Вот там пешеходная граница есть с Абхазией. Та пешочком. И вот нам сюда сюда поворачиваем во двор. Заезжаем в ЖК Урожайный. Да, с парковкой в Урожайке всегда беда. Но прямо здесь возле подъезда было свободное местечко. Мы уже в подъезде здесь предусмотрен самостоятельный заезд. Он мне скинул всю инструкцию подробнейшую, как на проходной быть, где ключи лежат. Сейчас посмотрим. Самое заселение у нас сегодня снова. Один раз у нас такое не получилось. Надеюсь, этот раз получится. А то мы подустали. А закрытная эта штука? Нет. Дальше нас ждут еще две штучки. И нам нужна, значит, с зелеными, с розовыми. Вам нужна та, которая с розовыми. Открываем ее. Набираем. Чик. Вот так вот. И вот у нас ключики. Ну а теперь давайте я вам сделаю рум-тур. И мы пойдем отдыхать. Потому что за сегодня, на самом деле, что-то снова мы устали. Вот. Как мы заходили, я вам показал примерно, да, как это работает. На самом деле, очень сильно удобно. А теперь давайте я вам покажу, что мы в итоге сняли. Входная дверь. Здесь вот эти две ячейки. Как мы уже теперь поняли, здесь вот здесь две квартиры. Висят велосипеды. Целых три штуки. Этими велосипедами мы можем пользоваться. Кстати, здесь висит камера. Видимо, за нами сейчас наблюдают. Так. Дальше покажу. Смотрите, вот он коридор. И вот мы сначала начнем снять первую квартиру. Но тут никто не живет. Я уже списался с ним. Вход в нашу квартиру. Здесь такая икеевская ниша для белья. Типа шкаф, да. Гладилка, сушилка. Холодильник сразу же стоит. Все. Мы, получается, сейчас закрываем нашу дверь. Вот тут так чик-чик можно закрывать. Так. Холодильник. Все новенькое. Все чистенькое. Без запахов. Это, конечно, очень и очень хорошо. Так. Дальше у нас, посмотрите, вот такая, ой, как бы гостиная с кухней. Здесь у нас туалет. Давайте посмотрим, что здесь. Я даже сам еще не смотрел. Слушайте, ну, вообще прикольно. Унитаз, бумага туалетная, машинка стиральная. Ой-ой-ой, 4 килограмма. Это, конечно, капец. Так, раковина очень стильная, красивая. Водичка есть. Это я, сильно загорелая уже. И, собственно, сама душевая кабинка. Ну, сантехника, кстати, между прочим, тоже новая, вообще не заюзанная. Это, конечно, хорошо. Чик, отлично. Так. Здесь у нас вот обеденная группа. Светильничек есть. Шпэнс. Смотрите, все работает. Здесь можно записать даже, наверное, какое-нибудь видео красиво с подсветкой. Часы одни, часы вторые. Аккуратненькая кухонка. Есть микроволновка. Индукционная плита. Вытяжка, рюмочки, бокальчики. По красоте. Так. И здесь нам открывается прекрасный, смотрите, какая гостиная. Здесь, кстати, я не показал, есть диван. Здесь есть Настенька. Посмотрите, вот такого у нас еще никогда, на самом деле, не было. Это прям вообще прикольно. Можно вот так вот взять сегодня ноутбук, лечь и наслаждаться этим видом. Сейчас вид посмотрим. Кондиционер. Далее комод из Икеи. Стульчик детский. Очень круто. Наш, значит, тащить не надо. Здесь такая перегородочка. Смотрите, как красиво сделаны потолки. И вот такая вот, типа комната, да? Пацаны уже легли на кресло, смотрят телек, соскучились по телеку. Кровать. И, собственно, подсветочки. Чик, чик. Все работает отлично. Ну и небольшой такой телевизор. Клубы, бастилия киевская, мебель киевская. Ага. А теперь смотрите вид. Балкона нету? Там и прохлад. Посмотрите, какой вид. У нас, получается, открывается на Олимпийский парк. Это стадион Фишт. У нас видно море. Это естественно. У нас видно, как садятся самолеты. Вот эта парковка, на которую мне сейчас придется перепарковать машину. И мы, видимо, за ней будем наблюдать. Сейчас осталось только выгрузиться. И непосредственно... Так. Непосредственно сама граница с Абхазией. Давайте покажу. Может, что-то не знает, как это все выглядит. Вот. Ой, у нас, слушайте, у нас... Посмотрите, какой вид на море. Это вот это вот все. Это море. Слушайте, ну обалденно на самом деле. Вот тут заезжаешь. Заезжаешь, проходишь границу туда, уезжаешь. Здесь непосредственно выезжаешь. Вот так вот. Квартира эта нам обошлась в 5400, да? В 5400 примерно получается 2 700, да? 2 700 стоит сутки. Ну, в принципе, вот для такого состояния квартиры такая видовая на самом деле недорого. Я так считаю. Учитывая, что уже сезон. Вот. Что я еще хотел сказать? Мы будем с вами прощаться. Потому что мне нужно сейчас еще выгрузить всю машину. Нам предстоит стирка. Нам предстоит глажка. Пересортировать чемоданы. Потому что мы снова планируем полуполовины вещей опять отправить. Потому что они уже нам не нужны. Мы путешествуем ва-лайфом уже целую неделю. И вот сейчас много всего накопилось дел. Плюс покупка компьютера. Нужно сейчас сообразить по интернету. Закачать туда всякие различные нужные программы для работы. Ну, и как бы сделать такую передышку выдохнуть. Чтобы пацаны отдохнули, позанимались. Вот. Никуда ходить не будем. Только за продуктами. Поддерживайте выпуск лайком. Пишите, как вам Красная Поляна. Пишите, как вам эта квартира. Ну, и, конечно же, до нового выпуска. Надеюсь, он уже выйдет завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok